Наша команда провела первый сбор, учебно-тренировочный сбор в Турции. Насколько вы довольны тем, как проходили сборы, не было ли каких-то сливов, ну и как, собственно говоря, физические кондиции ребят после столь продолжительного перерыва? Ну, прежде всего, хочется поблагодарить администрацию города и администрацию футбольного клуба, что предоставлены были условия, действительно, достаточно хорошие для проведения этого учебно-тренировочного сбора. Понимаем, что не так все просто это сделать было в тех условиях, которые находятся сейчас в клубе, но, тем не менее, подготовка именно на этом этапе, на мой взгляд, прошла очень благотворно. Получили очень много информации для размышления, очень много моментов, которые нужно поправлять, исправлять и так далее. Поэтому здесь только большое спасибо. Хотелось бы выразить еще спасибо своему тренерскому штабу. Очень квалифицированно и плодотворно все службы наши, так скажем, клубные, поработали в этом вопросе. Ну, а по итогам самого сбора, ну, я бы оценил 4 с плюсом сбор этот, почему так, 4 с плюсом, а не 5. Конечно, помешали травмы некоторых футболистов, которые не смогли, к сожалению, принять участие во всем сборе, да, частично выбывали по каким-то микроповреждениям и так далее. Вот этот момент, конечно, немножко, ну, так подпортил настроение. Но в целом, в целом, всю информацию мы получили, ту, которая была необходима. Тот план тренировочной работы, который должен был быть, мы его выполнили. Погода нам в этом только помогла. То есть никаких изъянов не было, никаких снятий тренировок и всего остального. По итогам сбора мы заключили договора с 14 футболистами на данный момент. Тех ребят, которых мы брали на просмотр и на Горонихе, я имею в виду, к сожалению, там, многие из них не подошли, не подошли по уровню своего мастерства. Ну, и большую группу, один из моментов сбора, который хотелось бы отметить, брали большую группу футболистов наших, новокузнецких местных. Будем дальше за ними наблюдать, дальше смотреть. Некоторые из них поедут на следующий сбор, некоторых мы привлечем еще к команде с дублирующего состава. И так постепенно, постепенно будем учленять тех людей, которые будут соответствовать тому уровню, где мы будем выступать. В целом, еще раз повторюсь, что сбор стоял только положительные эмоции. Что касается того, после долгого перерыва, ребята пришли, приступили к тренировочной работе. Многие из них, не скажу, что все, но многие из них достаточно профессионально к этому делу отнеслись. Те программы тренировочные, которые нужно было выполнить дома, они выполнили. Но не беспроблемно здесь в этом вопросе, потому что, к сожалению, не каждый человек может себя заставить работать индивидуально. Но, тем не менее, после первой недели нашей работы мы привели всех примерно в одинаковое состояние, и уже две следующие недели были еще более плодотворные, так скажем, чем первые. Поэтому здесь какой-то сильно большой проблемы не было. И те проблемы, которые возникали в рабочем порядке, они решались. Если не секрет, можете перечислить тех 14 футболистов, которые подписали контракты, и тех ребят, которые уже покинули расположение металлурга? Давайте так начнем с тех, кто покинул. Были на просмотре у нас Майер, был на просмотре Устюжанин, на просмотре был Кабешавидзе и Тюрин. Это четыре человека, мы отказались от их сотрудничества с ними. Еще раз повторюсь, что из-за их уровня готовности, их уровня мастерства, которое они обладают на данный момент. Ребята, которыми заключили договора, это Агеев, Чевелев, Овсюк, Волгин, Дюпин, Ягунов, Нарылков, Недорезов, Пучков, Самойлов, Шевелев, Крымов, Новицкий и Холанчук. Вот с этими ребятами заключены договора. Один из факторов, который нужно было бы отметить, я уже говорил об этом в ранних интервью, что хотелось бы сохранить тот костяк, который у нас был. И, в принципе, на данный момент это удается сделать. Даже, допустим, к нам добавились там Волгин и Самойлов, которые знакомы и любители футбола Новокузнецка, и нам очень хорошо знакомы по совместной работе. Так что один из плюсов сбора, что этот костяк, во-первых, остался, во-вторых, он даже в своем понимании ситуации, понимании тех проблем, которые существуют в клубе, он даже еще растет. Это как момент очень положительный. Каковы дальнейшие планы, где будут находиться следующие сборы и в какие сроки? Следующий сбор у нас пройдет в городе Барнауле. С 31 марта по 15 апреля мы там планируем у нас недели тренировочной работы будет в двухразовом режиме и участие в турнире традиционной, которая там всегда проводится в эти сроки имени Кулакова. Во-первых, тренировочная работа, во-вторых, участие в турнире, опять же, игровая практика у ребят. Мы можем посмотреть, можем проанализировать ситуацию, кто подходит, кто не подходит и так далее. То есть здесь, я считаю, что тоже очень плодотворный, очень своевременный и для нас устраивающий момент именно в этом сборе. Сейчас уже известны фамилии дополнительных потенциальных новичков, которые ранее не были в команде, но, возможно, откроются на сбору Парнауле. На данный момент я могу озвучить только тех ребят, которых мы берем из дублирующего состава фамилии, потому что с теми новичками, которые там из других городов, мы пока ведем переговоры. С нами поедут это Субаев, Волков, Столяров и Морозов, вот этих футболистов, плюс еще вратарь Мелехов. Вот эти футболисты с нами поедут на следующий сбор, молодые ребята. Ну и плюс из школы мы оставляем с прошлого сбора, кто у нас был, да, это Безгубов и Кузнецов, они тоже с нами отправятся на сбор. То есть, такую достаточно обширную группу футболистов из нашей новокузнецкой местной школы, которые будем просматривать, смотреть, следить. И вообще сейчас руководство клуба, и я в том числе, как бы заинтересованы в большем контакте с нашей спортивной школой. Сегодня буквально мы встречались с тренерами, которые будут работать с дублем команды, обозначили моменты, как это все будет, как должно это у нас выглядеть, для того, чтобы это была не просто формальность, а действительно команда, да, отдельная команда, которая будет выступать на первенство области и на ЛФК по первой группе. Сейчас принято это решение. Здесь момент такой, самый сложный момент, это переход от детско-юношеского футбола ко взрослому. И этот момент мы должны обязательно проработать. Это одна из основных целей, которая будет стоять перед футбольным клубом «Металлург». Чтобы мы не просто заявили и декларировали, что у нас будут играть местные воспитанники, а команда должна делать все для того, чтобы это действительно происходило. И мы не просто так футболистов брали на сборы для галочки, да, или они у нас так съездили, и мы вроде показали свою работу. Нет, действительно, здесь очень долгая, кропотливая работа, и мы понимаем, что завтра и послезавтра у нас не появится 8-9 футболистов, которые будут играть. Здесь этим очень плотно нужно заниматься. Плюс к тому мы берем на этот сбор тренера дубля, для того, чтобы, во-первых, наладить коммуникацию между тренерами основной команды и тренерами дубля. Это раз. Во-вторых, чтобы он посмотрел тот объем тренировочной работы, который выполняется на сборе, и который он должен уже будет предложить своим футболистам, который будет в дублирующем составе, для того, чтобы не было той проблемы, которая возникала сейчас. Но ребята просто приезжали, но они не сталкивались с тем объемом работы, который им предлагался. Здесь я считаю, что эта практика очень полезная, и мы будем продолжать ее впредь, для того, чтобы у нас это дело двигалось как можно быстрее и как можно эффективнее. И кто будет тренировать дубль соответственно? Главным тренером будет Станислав Рылов, а помогать ему будет Соснов. А следствие, Владимир Владимирович, понятно, что в Анауле главная задача это физические конденции команды, но есть ли какие-то задачи по турнирам? Тем более, что вы собираетесь играть? Несомненно, я не думаю, что выступая в каком-либо турнире, да даже в любой товарищеской игре, в любом случае нужно ставить задачу только одну, это победить. Я понимаю, что это не самоцель. Самоцель подготовки, игра рассматривается как средство тренировки, это не цель. В чемпионате, да, это цель. Но, тем не менее, вне зависимости от того, какие мы бы задачи и цели не ставили, победа в турнире – единственный результат, который может удовлетворить и руководство, и нас. Вне зависимости от того, под какими нагрузками будут играть футболисты, в каком они будут состоянии, и кто будет нашим соперником. В любом случае, я считаю, что спортивное соревнование, оно, цель является ее победой. Поэтому, конечно, цель будет только одна – выиграть в этом турнире. Можно уточнить систему сыграть, состязаться в Барнауле? Ну, сейчас на данный момент еще не прислали положение, да, но насколько так предварительно можно только и говорить. Я знаю, что это… Ну, это в основном команды ЛФК, те, которые играли с нами в третьем дивизионе. Это Бийск, это Барнаульские команды, это Новосибирск, Красноярск. Ну, вот эти города будут представлены, это точно кто-то еще добавится. Там разговоры были по казахским клубам какие-то. Не знаю точно, потому что пока еще нет положения определения, как это будет все выглядеть. То, что это все-таки представители более низшего дивизиона, может сказаться на уровне подготовки? Или в данном моменте… На данном моменте это ни коим образом не скажется, потому что игра все равно длится 90 минут. И мы понимая тот уровень соперника, который будет, конечно, будем варьировать физические нагрузки для футболистов. Но на данном этапе я бы не обращал внимания на уровень соперников. Оцените, пожалуйста, потенциал Хармачука и Новосибирск. Мы просматривали этих двух футболистов, да, на данный момент. И потенциал оценить возможно, как я его вижу, да, насколько это реализуется. Вот это моя проблема и будет. Но сейчас я вижу, что эти два футболиста будут соответствовать уровню второго дивизиона на данный момент. То есть они на подходе к основному составу? Я думаю, что они составят конкуренцию тем футболистам, которые у нас есть. Даже за основной состав. А из молодых футболистов, ну, вы сказали, что ребята из Дубля оказались, ну, не то, что Дубля, естественно, не готовы, да, к таким нагрузкам. А вот тот же, например, Чевелев, да, он способен играть во втором дивизионе? Ну, Чевелев, например, для меня вообще было открытие в этом, на этом, он меня очень сильно порадовал на этом сборе. Своим отношением, боюсь, правда, перехвалить, наверное, да. Но, действительно, у нас, знаете, такая есть игра внутри сбора, мы проводим. То есть за каждую тренировку выставляются баллы. Ну, то есть в любой тренировке есть какая-то элемент соревнования. То есть, и, допустим, есть одна команда, есть вторая команда. И за каждую тренировку каждому футболисту начисляется балл, в зависимости от того, выиграла его команда или проиграла. Соответственно, каждые команды каждый день перемешиваются, да, и получается, каждый получает там, как он отработал. Так вот, Чевелев занял первое место вообще в этом соревновании, на этом сборе, да. Еще раз говорю, очень сильно порадовал, очень сильно порадовал. И, на мой взгляд, он может играть, он, соответственно, уровень второго дивизиона на сегодняшний день. Если не изменит себе требования, я думаю, что будет еще развиваться. Судя по головному сбору, Емунов готов и дальше забивать? Я надеюсь на это. Судя по тому, что мы заключили с ним договор, я надеюсь на это. Большая проблема. Я думаю, что это всего российского футбола. У нас очень много игроков, но очень мало людей, которые забивают галлы. Если посмотреть сейчас статистику второго дивизиона, там, где мы собираемся играть в зону Восток, прошло уже два круга, а лучший бубордир забил шесть ничей, если я не ошибаюсь. Это очень маленькое количество голов, если я честно сказать. Поэтому это большая проблема. Мы ищем игрока, который действительно будет забивать галлы. Не просто играть в футбол, а забивать галлы. Понятно, что сейчас в футболе много забивают крайние нападающие, там, человек под нападающим, который играет в футболист. Но именно вот это острие и вообще вся тактика команды, она всегда подстраивается под того исполнителя, который есть у нас на острие. Поэтому мы как бы в этом направлении работаем. Но сейчас, на данный момент, да, Мантин Ельянов, он лучший наш бомбардир. И тут, который никуда не деться. На какой срок заключены контакты с Волоками? Ну, я не имею права озвучивать эту вещь. Почему? Потому что это частные вопросы футболистов. А вы имеете в виду, заключены ли они для профессиональной игры во втором дивизионе? Я вам говорю, да. До конца сезона, например, на год, на два. Вот это я не могу вам озвучивать. Из тех трех матчей, которые вы провели в Турции, что вы можете сказать, что вам понравилось? Какие понравились, озабоченные? Ну, здесь ярко выраженная проблема, которая была. Так, если оценивать вообще игру, да. В первой игре, если 40-45 минут физическое состояние команды не вызывало никаких опасений, то дальнейшее, конечно, было достаточно так. Так, вызывало вопрос дальнейшее движение игроков по футбольному полю. С каждой игрой это время увеличилось. В целом, понятно, что на 90 минут еще команда не готова. Далеко до этого. Но, учитывая тот момент, что мы стартуем сейчас, не очень близкий у нас старт. Поэтому, как бы, это нормальная ситуация. Но, хотя, здесь есть какие-то моменты, которые будем поправлять тренировочную работу. Это раз. Второй момент, который вызывает, так скажем, не то, что тревогу, то есть, как фактор, над которым нужно будет работать, это выход со своей половины поля. То есть, переход мяча от защитной линии к центральным полузащитникам. Здесь есть определенные проблемы. Ну, для того и существуют сборы, чтобы понять, выявить эти ключевые моменты, которые нужно будет сделать упор на следующих сборах или на следующих этапах подготовки. Ну, и плюс, мы не затрагивали абсолютно, потому что было очень много других нюансов, которые нужно было поправить. Стандартное положение, в котором мы тоже будем работать. И, я думаю, что здесь тоже поправим. Ну, три момента, которые, так скажем, выявили четкие для себя, которым нужно уделить особое внимание в следующих этапах подготовки. Тренеры все прежненцы или есть пополненные? Да, тренерский состав тот же самый, который у нас был, в принципе, все это время. А до вас доводил ли итог встречи, когда президент и спортивный директор ездили в Толстых в феврале, по-моему? Ну, что там, с какими они вестями из Москвы приехали? Ну, насколько мне известно, вести самые положительные. Все хотят, чтобы Новокузнец вернулся в профессиональный футбол. Есть определенные нюансы, которые нужно поправить за то время, которое есть до лицензирования футбольного клуба. И они поправляются, и сейчас активно все это делается. То есть, каких-то препонов никто ставить не собирается для того, чтобы команда участвовала в профессиональном футболе. Единственное, есть момент, который нужно поправить, и они, как бы, я так понимаю, что этим занимаются. Эти нюансы – это долги перед футболистами? В том числе. Хотелось бы сказать еще об одной вещи, которой сейчас активно занимается футбольный клуб. Это создание комфортных условий на стадионе. Потому что, ну, чего скрывать, да, не для болельщиков. Те условия, которые были в Новокузнецке, они не всегда комфортны. Не всегда комфортны были. Я уверен в том, что в этом сезоне, когда мы будем, ну, стартуем в этом сезоне, да, болельщиков очень много ждет. Приятных сюрпризов. Приятных сюрпризов. И сейчас работа в этом направлении ведется очень активно. 20 февраля, ой, извиняюсь, 20 марта намечена встреча с активной группой болельщиков. Потому что это тоже ненормальная ситуация, когда здесь какое-то есть противоборство между фанатами, да, и, ну, не пускает их на стадион, еще что-то там и так далее. Здесь двухсторонний разговор состоится между руководством клуба и активной частью болельщиков, в частности, фанатским движением, который, ну, я думаю, даст свои плоды, и мы найдем точки соприкосновения для того, чтобы это, как бы, тоже сдвинулось с мертвой точки. Поэтому, я думаю, что Новокузнецкий футбол ждет хорошее будущее.